Самая крайняя на карте Нинецкого округа в 65 километрах от столицы региона живет своей тихой и размеренной жизнью маленькая деревня Тошвиска. Вопреки всем проблемам и благодаря любви ее жителей к своей маленькой родине, поселение пусть и не процветает, но на фоне более крупных населенных пунктов выглядит вполне достойно. Почти все ее постоянные жители, а это чуть более 60 человек, люди пенсионного возраста. Как и чем живут в маленькой деревне на границе с республикой Коми, узнала наша съемочная группа. Я до армии еще вроде был тут, где-то лет 16-17 лет было. Николай Василисович Безумов – один из старейших и уважаемых жителей Тошвиски. Здесь родился, женился, работал и растил детей. Вся жизнь и все воспоминания связаны с родной деревней. Никогда процветавшая, с более чем 130-летней историей, сегодня она больше напоминает ухоженный дачный поселок. А в былые времена жизнь здесь кипела, вспоминают старожилы. Еще до войны, в 1934 году, в деревне был создан колхоз «Красный рыбак». Рыбы добивали 700 центров всякой разной, наваги, белой. В начале 70-х рыбаки Тошвиски, Щелины и Виски объединились в артель. В те времена выживать всем вместе было легче. По сей день рыболовецкий колхоз носит имя Владимира Ленина. Висчане ведут лов на участке Угрависка, Тошвисчане – на лосинце, рассказывает Николай Василискович. Кстати, целых 10 лет, с 1976 по 1986 годы, он был председателем отделения колхоза. До этой должности был пройден огромный трудовой путь. Работать старожил деревни начал в 13 лет. Летом-то тут все накосным бригадиром был. Зимой вот по рыбодову еще бригадиром. В то время Николай Василискович вспоминает с ностальгией. Население Тошвиски было в разы больше. Работы было много. До начала 90-х в деревне была своя животноводческая ферма. Телятник, добротная конюшня, маслозавод, где производили сливки и масло. Хозяйство насчитывало до 100 голов дойного стада. Деревня строилась, жизнь бурлила. Свой дом с настоящей русской печью, сенями и горницей Николай Безумов построил в далеком 62-м. Сегодня молодежи в деревне практически не осталось. Нет ни работы, ни детского сада, ни школы. По сей день рыболовство – основное занятие немногочисленных мужчин Тошвиски. Сегодня на краю Ненецкого округа в основном проживают пенсионеры. Летом у них хлопот хватает. Держат огороды, выращивают картофель, огурцы. С недавних пор в деревне осталась только одна торговая точка. Магазин потребка операции закрылся. Продуктами деревенских жителей снабжает Наталья Карманова. Привозим сейчас пароходами, СТ-шками. Зимой на Буранах, Сухтырь. Как ассортимент? Нравится населению? Всё ли пострадает? Возим то, что им надо, что они любят. От продуктов до техники и стройматериалов. Частники готовы предложить своим землякам широкую номенклатуру товаров. Работают под заказ. Как и в любой деревне, отпускают товар под запись, то есть в долг. И есть в Тошвиске и своя пекарня. Правда, сейчас пекарь Наталья Зарубина в отпуске. Поэтому запаха свежего хлеба, как и самого хлеба, в деревне нет. Ну, я, бывает, через день пеку, конечно. Да, когда как. Ну, вот сейчас практически хорошо пекали. Идёт хлеб, шёл, хорошо. Жалоб не было. А что печёте, хлеб или булочки? Нет, только хлеб. Белый-чёрный? Белый-чёрный, да. Как и в любом населённом пункте округа, в Тошвиске есть свои проблемы. Самая большая и животрепещущая – отсутствие медицинского работника. Местный ФАП закрыт на замок. Фельдшер уехала в отпуск, и на замену ей, как это было раньше, никого не прислали. И многочисленное население деревни, старики и маленькие дети, которые приехали на каникулы, остались без медпомощи. Для ташвисчан это настоящая беда. Ждать помощи можно только из виски. Но и это не ближний свет. А если вот так кого-то везти, какого-то больного до виски, или хотя бы с виски ехать, то же самое. Всё-таки 25 километров по печоре, вот сейчас всё обмелело, нужно ехать только по печоре. Там шарами, наверное, уже тоже будут проблемы ехать. И вот мы оставили так вот, не подумало руководство. Вообще-то плохо такая, на улице жара стоит, у меня плохо. Да и детей маленьких много. Инвалидов, у нас же здесь пожилой возраст, почти все уже 50-ти годами старше. Не менее серьёзная проблема для жителей деревни – плохая мобильная связь. Позвонить можно только встав в определённую точку. Таких жителей ташвиски нашли несколько. Можно ли вообще где-то её здесь поймать? Можно, на куче в магазина. Шлак был когда-то у нас, там поймали. Ну, в общем-то, проблема. Искать надо, бегать с телефонами. Недовольны жители деревни качеством интернета. В Ненецкой компании электросвязи уверяют, никаких проблем, в том числе аварии, неисправности в деревне нет. Чаще всего проблемы появляются из-за несоответствия тех тарифных планов, которые они берут, и необходимых услуг, которые они требуют. То есть, когда берут 256 килобит в секунду, которые позволяют только открыть страницы для просмотра, они хотят просматривать видео, ну и, соответственно, получаются проблемы, которые вам были озвучены. Что касается качества мобильной связи, то, по словам Вячеслава Махнёва, по сравнению с той же виской, деревня расположена в низине. Отсюда и проблема. Рельеф местности не позволяет принимать устойчивый сигнал. В таком случае специалисты советуют приобрести репитер – усилитель сигнала сотовой связи. Несмотря на существующие проблемы, жители деревни не отчаиваются. Несмотря на, казалось бы, отсутствие перспективы, продолжают вести несуетливую и размеренную жизнь. Я здесь родилась, никуда не уехала. Значит, естественно, нам нравится здесь жизнь. Здесь же природа хорошая. Пока была ферма здесь, и народу ведь ходили, заря ходил, теплоход, ракета ходила, самолеты у нас летали два раза в неделю. И всё, эти люди, это, по многу ведь население здесь насчитывалось. А вот убрали скотный двор животного, зато сейчас мы сидим без молока и без мяса. Молоко, мясо и дополнительные рабочие места сегодня можно получить собственными силами. Благо, в округе существуют разные виды поддержки. Об этом жители деревни обещали задуматься. А пока в планах на ближайшую перспективу заготовка ягод. А там и зима не за горами. Зимой, говорят, жить легче. На снегоходной технике можно быстро добраться до соседних деревень и до столицы региона.